От телетайпа и подшивок с документами к цифровизации и высоконаучным технологиям. Национальный банк по республике Мрил отмечает свое столетие. Как работает главный финансовый регулятор страны в период экономической турбулентности? Смотрите далее. 1 ноября 1922 года в Краснококшайске было открыто агентство Казанской конторы Госбанка РСФСР. Именно эта дата считается отправной точкой рождения Национального банка в нашем регионе. И сразу же молодое государственное учреждение прошло проверку на жизнеспособность. Граждане молодой страны в связи с высоким уровнем инфляции испытывали острую нехватку денег. Кредиты были необходимы всем. И Госбанк стал той самой структурой, которая смогла стабилизировать ситуацию. Каждый из сотрудников Госбанка, а затем и Нацбанка, должен был быть специалистом широкого профиля. Бухгалтер, финансист, аналитик и даже в какой-то мере эксперт-каминалист. Пришла я работать в 1992 году и работала на телетайпе. Что ему делать? Ну, тогда, вы знаете, было очень много визовок. Нужно было их принимать, передавать. Масса отчетов была. То есть работали практически безвылазно. Очень много работы. Работа, пусть она не сложная, но она очень ответственная. Требовала самодачи, дисциплины, организованности, общения с людьми. То есть масса всего, несмотря на то, что должность у меня была просто, ну, я уже не помню, как она называлась, но работала я на телетайпе. Принимала телеграммы, передавала и так далее. Сегодня Национальный банк – главный финансовый регулятор страны. Структура, от деятельности которого во многом зависит финансовое благополучие региона и государства. В настоящее время основными целями деятельности Центрального банка Российской Федерации являются защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, развитие финансового рынка, а также обеспечение стабильности финансового рынка. Все эти цели Банк России транслирует нам для того, чтобы мы проводили определенные мероприятия на территории Республики Мариэл, в том числе, как сейчас, наверное, это актуально, для анализа экономического положения и дальнейшего принятия решений по ключевой ставке, которое в конечном итоге влияет на уровень инфляции, который существует в Российской Федерации, ну и, естественно, на территории Республики Мариэл. Сто лет дата пусть и круглая, но не такая уж и большая, ведь финансовые структуры такого уровня гарант стабильности государства, а значит времени подвластны мало.